А мы продолжаем наш разговор о проекте «Звуки Владивостока». Я думаю, что очень важно все-таки чуть более подробно рассказать о том, как простые обычные звуки города, которые мы все слышим каждый день, и это для нас, в принципе, не ново, можно превратить в настоящую красивую музыку. Во-первых, я должен сказать, что, чтобы связать все воедино, я сочинил, создал мелодию, которая проходит через всю композицию. Она создает своеобразный центр, вокруг которого уже объединяются все остальные звуки, становится как бы ядром фильма. У нее специфическая гармоническая структура, и далее мы переходим к тем отрывкам и тем элементам, которые мы собрали, записывая звуки. И у каждого из них свои параметры, и каждому нам нужно найти способ соединить его с остальными и с общей мелодией. Фильм начинается с того отрывка музыки и заканчивается им, который был мной сочинен. Его играют ряд инструментов, исполняют хор и так далее, то есть его можно услышать в разном исполнении. А далее возьмем, к примеру, звук трубы корабля. Если посмотреть на него на спектрограмме, то мы можем увидеть, что он издает определенную ноту. Например, это будет нота соль. И у него есть своя гармония, которую мы можем попробовать сочетать с другими записями. Если она не подходит, то мы выбираем другую, и это, собственно, способ, которым я и создавал полную композицию. Таким образом, мы пытаемся услышать и воспроизвести голос города, соединив между собой мелодию и другие звуки посредством гармонии. Также у нас есть ритм, который отбивается записями групп барабанщиков. Это церемонийный отряд барабанщиц Даллеры Птузы и корейские барабанщики Пушкинского театра ДВФУ. И также они помогают нам выстроить ритмическое полотно. Третья категория — это настоящие голоса, настоящих людей. Например, у нас была с собой небольшая рация, и по ним мы однажды услышали переговоры, скорее всего, каких-то капитанов кораблей и тех, кто был связан с управлением кораблями. То есть мы слышали голоса также в фильме, и что они говорят, это настоящие голоса, человеческие голоса, человеческие звуки Владивостока. Также в фильме приняли участие местные музыканты, в их числе рэперы и другие художники, которые также занимаются музыкальным творчеством, произведением музыки голосом. И, соответственно, их голос также вошел в фильм. Я даже не могу представить, честно говоря, насколько это действительно кропотливая, сложнейшая работа, и сколько пришлось прослушивать эти звуки, сопоставлять их. И, конечно же, музыканты, о которых уже сказали, они, я так понимаю, достаточно серьезную помощь оказали в производстве кино, звуков Владивостока. Маш, я знаю, вы можете дополнить, а те, кто все-таки помогал. Да, я бы, нет, я, во-первых, сначала хочу, как зритель, который один из первых посмотрел, в общем-то, все произведение, и я бы хотела высказать свое мнение. На самом деле это уникальная работа, я считаю, все должны получить горожане этот опыт и послушать это произведение. Все мы можем слышать музыку или звуки города, или звуки природы, или звуки голосов. То есть или мы можем закрыть уши и ничего не слышать. Но Мариусу удалось создать, построить звуки символов города. То есть все произведение, мне кажется, больше можно назвать какой-то симфонией о городе. Причем о таком, наверное, все-таки видении города приезжего человека. И в этом такая, мне кажется, большая сила и уникальность этого произведения. То есть это звуки символов. Мне кажется, все должны это услышать. А по поводу участников, очень много людей подключилось, очень много институций. В первую очередь это, конечно, Заря, не то что подключилась, которая вообще инициировала это и привезла Мариуса сюда. Адель расскажет про другие институции. А я бы хотела отметить, что многие художники, такие как Ильяс Зинатулин, Михаил Павин, Константин Соломин и музыканты, они все к этому серьезно подключились, там на перебой советовали и предлагали свозить Мариуса куда-то. Ну это здорово. Много людей приняли в этом участие. Жили, мне кажется, этим проектом очень многие. Действительно, вы сейчас перечисляете имена, фамилии в течение программы. Мы знаем этих людей. Это все известные художники, музыканты, творческие люди нашего города, другие. И действительно здорово, что все они приняли в участие. Ну то есть это такая сеть людей, и все помогли Мариусу создать это произведение. Адель, ну не могу не спросить и вас, конечно. Думали ли вы вообще, что когда-нибудь услышите действительно, в прямом смысле этого слова, музыку города? Ну конечно, для нас это очень необычный эксперимент. Я до того, как мы пригласили Мариуса, смотрела, скажем, видео с записями его предыдущих работ. Это каждый раз нечто на стыке, скажем, музыки, в том понимании, к которому мы привыкли, да, и каких-то альтернативных практик. Это всегда эксперимент. Это может быть в качестве, не знаю, ударных были использованы, там, автомобили какие-то части. Это как бы известная его работа и так далее. То есть мы примерно могли знать, что мы увидим, да. И, как мне кажется, тоже как человек, уже увидевший проект, могу сказать, что, в принципе, наши ожидания, наверное, оправдались очень сильно. И да, хочется, конечно, сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся, тем более, что действительно это то, чего мы хотели, чтобы это был не просто проект невидения одного человека, а чтобы местные жители включились, помогли и потом увидели этот же результат. И для нас, конечно, очень важно то, что участие приняли такие большие институции, как Дальневосточный федеральный университет, в частности, его творческий центр, Пошкинский театр ДВФУ, это молодежный центр Андальрепфтуза, это очень интересный момент Покровский собор, как бы религиозные институции, которые мы никогда до этого не работали, это и морской терминал, и проект «Открыл Владивосток». Это огромное количество друзей, которые мы заполучили, как мне кажется, за это время, за что, конечно, хочется сказать им спасибо. И те люди, которые писали нам через соцсети, которые находили нас и делились своими идеями, хочется сказать им огромное спасибо. Спасибо вам. Мне хочется сказать также спасибо и вообще рассказать о человеке, который одну из главных ролей в создании этого проекта сыграл, это ваш фильммейкер, как он любит себя называть. Расскажите, пожалуйста, о работе именно непосредственно над картинкой этого фильма. Была ли наверняка какая-то вообще специфическая работа? Потому что, конечно, это необычное кино, совершенно необычное. Во-первых, я хотел бы сказать, что наш фильм не был бы возможен, конечно же, без участия моего коллеги, Косте и Сониколоса, и его вклад, собственно, определил то, что мы смогли сделать то, что сделали. Без него этого бы никогда не состоялось. И должен сказать, что нет другого такого медиа, которое могло бы, скажем, так хорошо дополнить именно музыкальную составляющую. То есть, может быть, когда-то мы сможем увидеть город, откуда-то сверху, и проецировать вид, что там происходит, и это как бы не будет чем-то визуальным. Но по факту, действительно, на настоящий момент ничего не может заменить нам видео. И оно закрывает те моменты, которые не может закрыть звук и аудио. Нам бы казалось, что в городе есть даже какая-то мистерия, какая-то тайна, и мы хотели довести ее градус до определенного состояния. Поэтому тут без видео мы бы, конечно, не справились. И с одной стороны, у нас были огромные возможности в записи звуков. Это было безумно интересно. С другой стороны, это те технические способности, которые есть у видео. Они помогают нам передать это как можно более близким к тому, как это здесь на самом деле. И вы можете как будто бы самостоятельно прочувствовать то, что прочувствовали мы. И важно, что видео — это тот жанр, который может очень легко быть перенесен из одной точки мира в другую. Соответственно, он может путешествовать вместе с нами. Это с длинным эффектом. Я еще хотела бы сказать и про Костиса, и про Майлуса, что это большие экстремалы. Во-первых, они второй раз уже приехали зимой во Владивосток. Во-вторых, они забирались и на лед, то есть замерзший. В принципе, в марте я считаю, что это уже экстрим. И практически в клетку с тигром залазили. И даже в 2 часа ночи заходили в гостинке. Это самое страшное, прошу заметить. Поэтому действительно это была серьезная работа. Во-первых, она была очень масштабная. Много людей, много мест. Во-вторых, она действительно была в какой-то степени экстремальна. Мы не сомневаемся, потому что, конечно, и сама, как я говорила, кропотливость этой работы, она уже говорит о том, что люди не боятся ничего, наверное, пожалуй. Ну и, конечно, Владивосток с его суровым климатом и суровыми даже животными, которые здесь живут. Мариус и Костис, они не побоялись, как вы сказали, зайти в клетку с тигром. Что уж тут говорить. Но результат того стоил, конечно же. И я думаю, что как раз мы очень логично подошли к тому моменту, когда, наконец, пора пригласить жителей, гостей Владивостока, увидеть уникальный, не побоюсь этого слова, в мире проект, фильм «Звуки Владивостока», «Саунсов Владивосток». Где это можно сделать? Когда, я думаю, Адель и Мария сейчас пригласят горожан? Да, в первую очередь, поскольку проект был осуществлен как часть программы арт-резиденции «Заря», конечно же, мы очень рады пригласить всех, увидеть его в нашем кинозале. Это случится в следующую пятницу, 15 декабря, в 8 вечера. Фуд, как всегда, у нас свободный, поэтому мы ждем всех желающих на первую премьеру в Владивостоке. А у меня еще небольшая предыстория. Есть какие-то вещи, которые витают в воздухе. Это как вот мода, например, в этом сезоне модно белое. Или что-то такое. Также звуки витают в воздухе, и, наверное, какая-то информация о них витает в воздухе. И вот на днях мне позвонил человек и спросил, «Маш, у тебя случайно нет вот такой вот диско с записями звуков Владивостока?» Феноменальная вообще история, абсолютно. Да, и он на самом деле ничего не знал об этом. И также написал мне Мариус, говорит, «Маш, мы презентуемся в «Заре», но так как такое большое количество людей принимало участие в этом проекте, я хотела бы, чтобы как можно больше горожан, чтобы эта мировая премьера была такой масштабной и массовой. Я говорю, ну хорошо, давай поищем место. И при поиске места я узнаю, что кинотеатр «Владивосток» сейчас закрыт на ремонт, ну часть его, и вот как раз в декабре открывается. И причем открывается с первым во Владивостоке уникальным цифровым звуком. То, что нужно вообще для этой картины. Как-то так все очень складно сложилось. И, конечно же, они согласились. И на самом деле мировая кинематографическая премьера состоится именно в кинотеатре «Владивосток» 19, 20, 21. И помимо этого у горожан есть возможность посетить другие места, послушать лекцию и увидеть этот проект. Это и клуб «Контрабанда» 16 декабря почти каждый день, и Пушкинский театр 17 декабря, библиотека «Бук» 18 декабря, и 24 января, извиняюсь, 23 в Приморской краевой филармонии. А 24 января этот фильм будет представлен на открытии Берлинского кинофестиваля. Также хочу добавить, что всю информацию подробную можно еще раз увидеть, посмотреть что-то, что захотелось узнать, может быть, более подробно после нашего разговора на сайте специальном, который сейчас все зрители видят на нашем экране. И, конечно, хочется в конце нашего выпуска сказать отдельное спасибо Мариусу, сказать вам спасибо за то, что вы поддержали этот проект. И я думаю, стоит сказать сейчас всем жителям практически Владивостока, потому что все так или иначе сыграли эту симфонию Владивостока, написанную Мариусом. И я думаю, что лучше подарка на Новый год, чем фильм «Музыка Владивостока, звуки Владивостока» не придумаешь. Мариус, спасибо вам большое, мы ждем еще проектов обязательно. Я уверена, что звуки Владивостока перерастут в звуки других городов мира всех. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. И вам спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.